Глава пятая. Грех или карма? Все стали выходить из помещения. Таня удержала Петровича за руку и сказала, поехали с гостями ко мне, чайку побьем, поговорим. У Петровича были волновавшие его вопросы и он с готовностью поехал. Усели с Тойоту, Михаил и Таня впереди, а Петрович и Николай Юрьевич сзади. По дороге разговаривали Михаил с Татьяной. Михаил был великолепный рассказчик, хорошо чувствовал жизнь, много испытал. Ему было о чем рассказать, а слушателям было приятно слушать. Я пеку хлеб по Малахову и получаю от этого массу удовольствия, говорил Михаил. А пряники не ем. Вообще, благодаря книгам Малахова остался жив. Знания из его книг вывели меня из житейского тупика, а вот дальше я не пошел. Уперся в какую-то стенку и не на шаг вперед. Спасибо Николаю Юрьевичу, он помог мне, раскрыл духовные знания. И хоть и тяжело им следовать, но я снова пошел вперед. За подобным разговором подъехали к дому Татьяну и зашли в ее квартиру. Таня приготовила чай из трав с медом. Все взяли чашки и Михаил произнес шутливый тост. Не пьянки ради, а хиловое здоровье поправки для. И чайпитие началось. Хорошо себя чувствую, сказал Михаил. Когда ем зелень, каши и немного веса, ни с чем его не мешает. А ведь у меня были с детства проблемы. Не мог нормально сходить в туалет. Прямая кишка от натуживания выпадала. И все из-за того, что булочки, конфетки в детстве ел. Считалось хорошо, вкусно. Вот родители и давали, баловали. Когда я начал делать клизмы из упаренной урины, упарил, налил, думал мне конец. Сделал ничего, все нормально. Даже лучше стало. Появился прилив сил, мне стало просто хорошо. В Харькове впервые чистил печень. Тоже было страшно. Не сделаю ли я себе хуже? У знакомого врача, он врач в пятом поколении. Лечит травками. Все разузнал. Он сказал, что по книгам Малахова рекомендует своим пациентам чиститься вообще и особенно чистить печень. Водушевленный этим, я сделал свою первую чистку. Выпил масло с лимонным соком. Но думаю, сейчас прослабление будет. А его нет. Огорчился. Думаю, ничего не получилось. А так старался. Сходил утром в туалет. Как с меня булыжники посыпались зеленые. Я вроде такой худой. А откуда они во мне взялись? Позвал своего товарища. Он как глянул, глаза на лоб полезли. Потом подошел к голоданию. Книги Брега мне не понравились. Нет системы. У Малахова и физиологические механизмы описаны, и биоритмология. Читаю их и самоутверждаюсь. А потом делаю и получается. Вообще в книгах Малахова нормальная медицина, которую необходимо преподавать студентам. Я в доме отдыха встречался с людьми, которые рассказывали, что в Израиле, Германии и других странах лечат людей по методикам, описанных в его книгах. Представляете, сколько аппаратуры современной, а толк от нее мезерный. Ведь лечит человека природа, когда следует ее законам. Вообще, скитаясь по жизненной пустыне, я увидел два оазиса. Первое знание о здоровье в книгах Малахова. Второе знание о духовности, которое передает нам Николай Юрьевич. Объединив их вместе, мы получаем целостное знание о человеке и его пути. Благодаря этому, жить станет не только лучше, здоровее, но и интереснее. С некоторых пор я просто обалдею от жизни. Ты и раньше от нее балдел, ставила Таня. Особенно от общения с женщинами, добавил Николай Юрьевич. Не все раньше были веселыми, парировал Михаил. Жизнь показала мне как хорошие, так и плохие стороны. Сколько у меня друзей было. Часть сломалась на службы, часть в афганской войне. А те, кто все это выдержал, не прошли испытания деньгами. Лишь единицы остались сами собой. Миша, а как ты остался сам собой? Не спился и не ударился в продающий все и вся бизнес, спросила Таня. Я служил лейтенантом на Дальнем Востоке. Медвежий угол. Порядки сложились до меня. Угождай начальству. Рви лимонник. Собирай ягоды. Заготавливай дрова. Армейское рабство. Захотел справедливости. Получи по шапке. Все пересекается на корню. Не спиваться же мне, не деградировать, как это происходило со служивцами. Решил вырваться из этого мрака. Пошел добровольцем в Афганистан. Пусть лучше убьют, чем так жить. И только там, под первым обстрелом, понял цену и значимость своей жизни. Это тебя земной рассудок до смерти довел. А духовный разум удержал от глупости, прокомментировал Николай Юрьевич. После подобного пересмысления я стал свои переживания высказывать в психотворной форме. Продолжал Михаил. Стреляли град и ураган. Горел Шинган и Кандагар. И получали ордена. Скажи, зачем нужна война. Молчишь, молчи. Ведь ты больна, моя страна. Моя страна. Остались только ордена. Да боль, щемящая в груди. Прости, народ, страна, прости. Во время чтения этих строк, глаза Миши погрустнели. Изменился и голос. Чувствовалось, что эти строки дались большими переживаниями и идут из глубин души. Вот такие зарисовочки у меня остались по жизни, продолжал Миша. Говорили, чтобы я записывал, систематизировал их. Но мне это не по душе. Не люблю писать. А рутина действует смертельно. Но не хочу я умирать. И потому, по вдохновению, я должен дело выбирать. Михаил в шутку прочитал эти строки и добавил. Мне нравится сам процесс творчества, а не дальнейшей обработки и записи. Еще раз скажу. В Афганистан уехал не потому, что я патриот. Жизнь военного, где я служил, вела к деградации личности. Поэтому я решил, уж лучше пусть там убьют, чем я здесь сопьюсь. Приехал туда, а там красота такая. Солнце, горы. А по ним с миномета бьют. Думаю, в такой красоте и меня сейчас не будут. Мины все ближе и ближе ложатся. Жить так захотелось. Вот этот контраст и пробудил меня к жизни. От плохих военно-полевых условий в Афганистане заболел. А врач ко мне не проявил должного внимания. Это меня страшно обидело. Думаю, как же так? Я старший лейтенант, воюющий. А доктор меня не так принял. Вот это и есть духовная неуравновешенность тебе, Миша, сказала Таня. Человек думает, что к нему должны относиться так же, как он этого желает. А в действительности получает иначе. Это запускает в сознании процесс обиды, который действует через головной мозг, нервную эндокринную систему на весь организм. Так вначале обидчивый человек ослабляет сам себя, а потом и заболеет. На почве обиды зарабатываются и кармические грехи, вставил Николай Юрьевич. Миша, почитай свои стихи, те, что ты мне в доме отдыха читал, попросила Таня. Я вам прочту стихи на тему взаимопонимания. Улыбнувшись, ответил ей Михаил. Хотел увидеть понимание в твоих глазах своей судьбы, но увидел то внимание среди всеобщей суеты. Прости, но мало мне внимания на фоне общей суеты. Хочу увидеть понимание в твоих глазах своей судьбы. Вообще, я считаю, что все в мире крутится вокруг взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Или, по крайней мере, многие вещи, добавил Миша. У Холостякова только об этом и крутится, вставила Таня. Одни впечатления об этом. Слушайте, вы, женщины, действительно все тоньше нас, мужиков, чувствуете, ответил ей Миша. Я как раз хотел рассказать психотворной форме о своих прошлогодних впечатлениях. Глаза увидели глаза, и мир вокруг остановился. Уйти от вас уже нельзя. А вдруг я все-таки влюбился. Цвета и формы, все прекрасно. Оттенки чудно хороши. Весь ожиданием напрягся, и заглянул я вглубь дыши. Но солнце больше не искрилось, купаясь в небе голубом. Мой взгляд весь в сером очутился, ее любви не стал рабом. В отношениях к женщинам я не закоренелый холостяк, продолжал Михаизм. Но я хочу быть искренним до конца, а не так, как многие пары живут. На эту тему у меня родилось вот такое стихотворение. Я не могу тебя найти, хотя упорно так пытаюсь. Ты на высоком берегу, я на волнах опять качаюсь. То вверх, то вниз судьба бросает, а ты на том же берегу. Она упорно обещает, что есть любовь, что я смогу. Взлетев на гребень, озираюсь. Туман один лишь на реке. Внизу сырая тьма внимает, а ты все так же вдалеке. Судьба советует подумать о том, куда смотреть вперед. Волна меня вдруг поднимает, и вижу, солнышко зовет. И стихли волны, гладь речная, мне отразила берег твой. Ты позвала меня душою, я полетел к тебе, я твой. Следующее стихотворение. Я не могу тебя забыть, и если честно, не пытаюсь. Осталась ты на берегу, я на волнах опять качаюсь. То вверх, то вниз судьба бросает, а ты на том же берегу. Она упорно обещает, что есть любовь, что я смогу. Взлетел на гребень, озираюсь. Туман прошел весь на реке, и тьма мне снизу не внимает. И ты не так уж вдалеке. Судьба советует подумать о том, куда смотреть вперед. Волна меня вдруг поднимает, и вижу, солнышко зовет. И стихли волны, гладь речная, мне отразила берег твой. Как позовешь меня душою, так полечу к тебе, я твой. Замечательно, подумал Петрович. Очень хороший смысл. Мало кто может передать глубину движения души и облечь их в словесную форму. Я хочу гармонии во всем, а тем более в браке. Брак по максимуму. На меньшее я не согласен, продолжал говорить Михаил. Однажды я оказался в щекотливой ситуации с двумя сестренками, и чтобы из нее выйти, сочинил вот такой подхалимажный стишок. Две розы чудной красоты сияли вместе рядом. Одна была совсем юна, бела и с кротким взглядом. Другая, страстною красой, пленить вокруг уж всех успела. И черный бархат трепетал, обняв собою тело. Случайных нет дорог нигде. И вот с судьбой не споря, я оказался на кресте, в шипах, крови и в горе. Ты спросишь, что ж не робщишь ты? Отвечу, я не знаю. Уж очень я люблю цветы, без них я умираю. Люблю я белым, белый цвет и черный бархат тоже. И вот за это получил букетом всем по роже. Прочитав его, я был им реабилитирован, и ситуация счастлива разрешилась. Пойдем покажу тебе, где будешь спать, позвала Михаила Татьяна. Петрович и Юрий Николаевич остались одни за столом. Петрович решил задать Николаю Юрьевичу несколько вопросов, которые его давно занимали. Николай Юрьевич, разрешите вот задать вопрос, спросил Петрович. Пожалуйста, ответил он, если смогу, то отвечу. Человек должен в мироздании выполнять какую-то роль или функцию. В чем она заключается? Конкретно на земле роль человечества сводится к тому, чтобы своим мыслительным излучением так воздействовать на материю, чтобы она могла в дальнейшем использоваться для эволюции, ответил Николай Юрьевич. Не могли бы вы это пояснить, попросил Петрович. Вселенная – это огромный живой организм. Из ее центральной сферы идет живительное излучение, стал пояснять Николай Юрьевич. Человеческий дух представляет собой линзу, увеличенное стекло, которое собирает божественную жизненную энергию и с помощью сознания, земного рассудка, направляет ее в окружающее человека пространство. Ввиду того, что пространство окружающего человека материально, то оно облучается человеческими мыслями. Если мысли благие, то это способствует эволюции материи. Если плохие, то тормозит. Таким образом, человек является ретранслятором божественной энергии и в зависимости от своего духовного развития направляет ее к добру либо к злу. Петрович вспомнил дождевых червей, живущих в черноземе. Они превращали опавшие листья в перегной. Опавшие листья не могут сразу же использоваться растениями для своего роста. Земляные черви перерабатывают их, ускоряют процесс их обратного использования. О своих мыслях он рассказал Николаю Юрьевичу. Да, это наиболее подходящее сравнение, ответил он. Следующие фразы из Библии говорят об этом предназначении человека. Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, как Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла. Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. И взял Господь Бог человека, которого создал, и посадил его в саду Едымском, чтобы возделывать его и хранить его. Другими словами, сказал Петрович, прежде чем что-либо из растительности появилось на земле, ее прежде должны были возделывать человеческие духи, заранее подготовить. Так получается? Именно так, ответил Николай Юрьевич. А следующая фраза «взял Господь человека и посадил в саду, чтобы возделать его и хранить его», прямо указывает на предназначение человека и его роль на земле. Возделывать землю человек должен не руками, а своими благими мыслями, поступками, намерениями и делами. Выражаясь на языке современной науки, перерабатывает материю с помощью мыслительной энергии на квантово-атомном уровне. Еще более точнее, задача человека выражена в буддизме восьми предписаниями, которые направлены на возделывание материального мира. Помощью правильной веры, правильной решимости, правильных слов, правильных дел, правильного образа жизни, правильного стремления, правильных мыслей и правильного сосредоточения, то есть медитации. Кстати, подтверждением феномена мыслительного воздействия на материю является произведение художников, скульпторов, музыкантов и писателей. Вы, наверное, слышали, что от картин идет особого рода излучение, которое человек не только ощущает, но которое меняет его настроение и ощущения. Есть картины, возле которых можно лечиться. Это же касается некоторых скульптур, музыки и литературных произведений. Вы, наверное, слышали и такое выражение. Намоленная комната, намоленная икона и тому подобное. Не помню точно, на какой странце метро, Кропоткинской или другой, стены отделаны мрамором, взятым с разобранного храма Христа Спасителя. Так на этой станции атмосфера совершенно иная. Чувствительный человек сразу же это ощущает, отдыхает и подзаряжается. Не могли бы вы мне объяснить понятие кармы, задал вопрос Петрович. Как феномен кармы можно объяснить по отношению к младенцам? За что они болеют, страдают, погибают, если ничего еще сознательного не успели сделать? Давайте разберем эту тему, согласился Николай Юрьевич. И добавил, чтобы успешно разобрать какую-либо тему, надо самому себе задать вопросы, правильные вопросы, и потом искать ответы на них. Первым делом надо дать определение понятию кармы, что она означает, и нет ли схожих понятий. Затем надо разобраться в механизме действия кармы, какого он. Зная механизм кармы, мы можем ответить, какие виды кармы бывают, и знание механизма кармы вытекает в знание уменьшения, а возможно и избавления от кармы. И наконец, можно ставить вопросы, как карма влияет на судьбу человека, праведливость кармического воздаяния на «безвинных» людей и на младенцев. На словах «безвинных» людей Николай Юрьевич сделал особое ударение. «Согласен, Петрович?» – спросил его Николай Юрьевич. «Да», – ответил он. «Тогда начнем с определения понятия. Слово «карма» с санскрита означает «действие». Чтобы лучше узнать, что собой представляет это действие, начну с самого начала». «Хорошо», – подумал Петрович, «когда сначала начиная так яснее, чем с середины». И Николай Юрьевич продолжал. «Человек живет в огромном живом организме, имя которому Бог. Человек нужен этому живому организму не сам по себе, а для выполнения определенных функций. Еще раз поясню, что за функции выполняет человек на планете Земля. Благодаря тому, что человек одновременно является духовным и материальным существом, он призван в виде ретранслятора связывать эти два мира и передавать в материю энергию, идущую из божественной сферы. Передача этой энергии путем перенаправления ее с помощью мыслей из духовной сферы в материальную, подготавливает последнюю для успешной эволюции во благо всей Вселенной – живому организму. Что касается Бога или огромного живого образования, то в нем действует несколько главных законов, призванных сохранять это живое образование и способствовать его дальнейшему развитию. Первым и самым главным будет закон гармонии, второй – закон совершенства. Что касается человека, который живет и действует на основе единой универсальной жизненной энергии, то за счет свободы выбора он может распоряжаться или перенаправлять эту энергию во благо или во зло. Перенаправление универсальной энергии жизни осуществляется сознанием человека. Перенаправление во благо означает приложение ее для гармонии и совершенства Вселенной. Перенаправление во зло означает приложение ее для разрушения гармонии и препятствия совершенства во Вселенной. Теперь поговорим о том, как действует сознание или мыслительный аппарат человека. Универсальная жизненная энергия в сознании человека претерпевает изменения. В зависимости от качества мышления она оформляется в различные виды мыслей форм, наполненных тем или иным содержанием. Практически это полуживое образование, порожденное человеческим сознанием. Порожденное человеческим сознанием мысли форма отлетает от человека в виде волны, но при этом она постоянно связана с источником ее породивших. Это мысли форма путешествовать по всей Вселенной. По закону подобию или резонанса она притягивает к себе подобные мысли формы и сама вливается в более мощные подобные ей потоки. Пройдя через всю Вселенную и усилившись подобными потоками, став более уплотненной и вещественной, она возвращается к источнику ее породившему и оседает на нем. Оседание на ауре человека означает определенное энергетическое образование, которое на материальном уровне строит вокруг человека особую обстановку, в которой и развиваются материальные события. А при чем тут законы гармонии и совершенства Вселенной? Спросил Петрович. Да именно они вершат карму, ответил Николай Юрьевич. Происходит это так. Раз человек помыслил в отрицательном направлении и запустил в пространство негативную мысли форму, то тем самым он нарушил гармоничное состояние Вселенной. Чтобы вернуться обратно к гармонии, Вселенная направляет этот сигнал мысли форму назад, к человеку ее породившему. Отрицательная мысли форма гасится сама собой только усиленной. Так восстанавливается нарушенная человеком гармония. Создание сознанием человека отрицательных мысли форм есть нарушение божественных законов. Слово грех и означает, что нечто сделано в нарушении закона. Слово карма означает деяние. Определенный ответ Бога в сторону нарушителя с целью восстановления нарушенной им гармонии. Этот ответ строго соответствует нарушенному только с противоположным знаком. В этом ответе Бога по отношению к нарушителю законов кроется божественная справедливость и любовь. Ответным деянием по отношению к нарушителю восстанавливается не только нарушенная им гармония, но и дается корректирующий сигнал, чтобы человек опять исполнял свое предназначение и мог дальше совершенствоваться. Петрович, ты понял? Попросил Николай Юрьевич. Петрович посмотрел на Николая Юрьевича и сказал, а можно это объяснить с помощью отношения клетки человеческого организма к целому организму? Попробуй, Петрович начал рассуждать так. Клетка – это человек, организм – это Бог. Клетка со стороны организма получает все необходимое для жизни и выполняет определенную функцию. Просто так, для самой себя, в организме ей делать нечего, да ее и организм не создаст. Если клетка перестает выполнять свое предназначение, это сразу же определяется организмом и с его стороны идут соответствующие действия. Вот это действие со стороны организма и называется кармой, кармическим ответом, вставил Николай Юрьевич. Продолжай, Петрович. Понятно объясняешь. Даже бабушка поймет. Вначале подается более мощный корректирующий сигнал, который призван вернуть клетку на путь нормального функционирования. Если этого недостаточно и клетка не слушается управляющих сигналов, то включаются другие механизмы принуждения и даже уничтожения. Непослушная клетка уничтожается организмом как чужеродное, угрожающее его жизни образование. Давай заострим внимание на способах наказания и уничтожения, вставил Николай Юрьевич. Именно этого процесса боятся люди, слыша слово карма и грех. Подумай, Петрович, как организм может уничтожить непослушную клетку и сразу же делай соответствующие выводы для человека. Организм порождает и контролирует клетку на уровне физического тела и полевой формы жизни. Полевая форма жизни отдельной клетки – это особая ячейка в общей полевой форме жизни человеческого организма. Значит, уже на полевом уровне на нее будет осуществляться воздействие. Переходи на уровень человека, командует Николай Юрьевич. Грешащий человек, то есть человек, нарушающий Божьи заповеди, будет ощущать некое давление на него со стороны общества, высказанное и невысказанное, общественное порицание и непонимание, сложности в общении, создание вокруг него негативных ситуаций, отсутствие благоприятных возможностей. Одним словом, все в жизни будет направлено так, чтобы в конце концов человек осознал свою неправильность и изменился в правильном направлении или погиб в деградации. Очень редко человек осознает свою неправильность и меняется в лучшую сторону. Чаще, обозленный на жизнь, он деградирует и незаметно исчезает из жизни общества, сказал Николай Юрьевич и продолжал. А как дело идет на материальном уровне? Я еще не закончил, ответил Петрович. Высказанное и невысказанное общественное порицание, негативные жизненные ситуации на уровне сознания формируют дурные черта характера, озлобленность, забитость, страх, неуверенность, раздражение, скрытность, чувство вины, зависть, мстительность. Эти состояния сознания, порождая негативный психологический поток влияния на человеческий организм, вызывая появление самых разнообразных психосоматических заболеваний, то есть болезней от нервов. Так еще быстрее сокращается срок жизни ненужного человека. Отлично и весьма тонко подмечено, восхищенно сказал Николай Юрьевич. Это есть пример скрытого кармического течения, которое просто удушает заблудшего и постоянно грешащего человека. Итак, а как дело идет на материальном уровне? Если клетка становится чужеродной организмом, то определяется иммунной системой, и она ей же уничтожается. Клетки-киллеры, что означает убийцы, прикрепляется к ней и уничтожает ее. Это может осуществляться путем появления неизлечимых болезней, создания аварийных ситуаций, бытовых драм, скандалов и тому подобное. Наказание вершится с помощью физического воздействия других людей. Не просто других людей, прервал его Николай Юрьевич, они не орудия наказания в Божьих руках. В данной ситуации они отрабатывают свою карму, получают свой урок с целью духовного роста. Конкретная ситуация создается не для наказания одного, а для всех участников. Их свобода выбора решает, что они вынесут из этой ситуации, какой багаж получат. Остановимся и сделаем небольшие выводы. Грех. Нарушение божественных законов. Грех вызывает нарушение гармонии мироздания. Карма – ответное действие, направленное на восстановление гармонии мироздания, и следование предписанием божественных законов. Божественное наказание, справедливость и любовь означают понятие справедливого и точного по силе воздействия наказания за нарушение общей гармонии с целью ее восстановления. Наказания и справедливость призваны не только защищать всеобщую гармонию мироздания, одновременно с ними проявляется и любовь. Справедливым наказанием наставить заблудшего человека на путь его нормального развития, дать ему шанс не погибнуть от собственного невежества и заблуждений, а жить и совершенствоваться. Как любой организм не стремится уничтожить свои клетки, а желает вернуть их в русло нормальной жизни в нем самом, пронеслось в голове у Петровича, так и Бог не стремится уничтожить свои творения, а желает им нормальной здоровой жизни. «Есть вопросы по этой теме?» – спросил у Петровича Николай Юрьевич. «Пока нет», – ответил Петрович. «Тогда пойдем дальше и поговорим о видах кармы. Из простой логики вещей мысли и поступки людей можно разделить на вредные, полезные и нейтральные для блага мироздания или Бога. Вредные мысли, поступки ведут к наработке негативной кармы. Ее по-другому называют черной или тяжелой кармы. Слова черной и тяжелой даны не зря. Хотя черная карма означает, что плохие мысли и поступки увлекают человека в мрак материи. Тяжелая карма означает, как и в случае с черной, что человек отягощает себя материальным, привязывается к материальному. Более того, он привлекает к себе подобный негатив. Из-за этого его дух не может воспалить к духовным сферам. Только после стирания всего негатива он сможет это сделать. Благие мысли и поступки ведут к наработке положительной кармы. По-другому ее называют белой или легкой кармой. В результате положительных наработок дух человека очищается от материальной черноты и тяжести, привлекает к себе положительные потоки вселенной и быстрее воспаляет к светлым и легким духовным сферам. Петровичу вдруг вспомнился сон, который он много раз видел. Во сне он искал какой-то выход. И в последнем сне он его нашел. По темному подвальному коридору он пролетел к этому выходу. Это были огромные резные ворота. Он подлетел к ним, и они приотворились. За ними виднелся залитый солнцем пейзаж. Лучи света источали какую-то особую радость и благодать. Все было пронизано счастьем. Волшебная картина этого мира поражала ощущением, присутствием, наполненностью каждой его детали счастья. Да это было ощущение самого утонченного счастья. Счастье жизни. Ощущение жизни. Ощущение себя в этой жизни. Радости всему и вся. У Петровича захватило дух. Ах! И он влетел в этот мир, как птица, снизу вверх по дуге. В сознании пронеслась мысль. Вот оно, вечное счастье! Но пролетел он лишь чуть за ворота. Неведомая ему сила выдохнула его обратно прямо в тело. Он сразу же проснулся. Он долго не мог понять, что это за сон и куда он попал. Теперь из рассказа Николая Юрьевича он понял, это и были светлые, легкие, наполненные радостью и счастьем духовные сферы. А возможно и библейский рай. Дух человека бессознательно тянется в сферы его породившие, но отягощенный, очерненный. Он не может туда подняться. И если это и случается, то мощные потоки света, чистоты, радости, гармонии и творческого начала выметают его оттуда, зацепившись за кармическую грязь, налипшую на духи. Нейтральные мысли и поступки говорят о том, что человек живет по законам Божьим. Его развитие идет своевременно, не ускоряясь и не замедляясь. Такую карму называют ни белой, ни черной. И так человек своими собственными мыслями и поступками образует себе карму. Это индивидуальная карма. Отдельные кармические наработки, объединяясь и переплетаясь, образуют супружескую карму, семейную карму, карму рода, карму дома, карму города, карму страны, карму народа, общечеловеческую карму. Все эти виды кармы в той или иной степени влияют на каждого конкретного человека. А теперь перейдем к самому главному. Дух человека существует в течение огромного количества времени, пока совершается эволюция Вселенной. Для него одна человеческая жизнь, что для человека один прожитый день. Кармические наработки за каждым человеческим духом тянутся из одной жизни в другую. Например, в одной из прошлых жизней он совершил грех, затем другой, третий и так далее. Греховный помысел, обрастая подобным, через некоторое время возвращается в виде неприятной обстановки поступка по отношению к нему обратно. И человек через страдания начинает его отрабатывать. Ребенка не надо рассматривать как нечто безобидное и чисто. Через него на землю воплощается дух человека. Этот дух так же зрел, как и его родители. Все отличие заключается в том, что у него еще нет земного рассудка и взрослого тела. А вот что касается кармических наработок, то они у него уже есть от прошлых жизней. Кармический ответ реализуется лишь в то время, когда для этого складываются благоприятные обстоятельства. Например, обстановка на планете, в стране, в городе, доме, семье и собственной карме благоприятна для этого, но не раньше. Для некоторых людей время отработки совпадает с их младенческим возрастом, у других с детским, юношеским, взрослым и так далее. Сила ответного кармического удара зависит от степени, совершенного ранее человеком помысла, поступка или от их суммы. В итоге для одного человека это будет как предупреждение в виде неприятных обстоятельств, в другом след оставшийся на всю жизнь, как отработка за прошлые грехи. А в наиболее тяжелых случаях смерть в младенчестве, юношестве, расцвете сил. Еще раз напомню, с человеком осуществляется полная божественная справедливость и любви наказание во благо ему же. Искупление грехов смертью в младенчестве, юности, расцвете сил позволит такому человеку дальше продолжить свою эволюцию наравне со всеми. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Так говорил Иисус Христос. И, наконец, разберем вопрос, как облегчить свою карму. В учении о карме есть такое понятие становление кармы. Что это означает? Это означает, что человек согрешил. Информация о сотворенном грехе разлетается во Вселенной для слияния или поглощения подобной. Через некоторое время она вернется. Вот этот промежуток времени и называется становлением кармы. За это время она усиливается, подготавливается механизм ее реализации, создается соответствующее искуплению ситуациям. Что за это время можно сделать, чтобы смягчить ее или избежать? Для смягчения надо создать равноценную, но только с положительным знаком ситуацию, а лучше несколько таких ситуаций. Кармический ответ связан с соответствующим видом страдания. Как правило, кармическое страдание наваливается на человека неожиданно. Если причинить самому себе страдание контролируемое и разумное, то так можно погасить возникшую ранее задолженность. Лучше всего это сделать с помощью поста. Под словом пост понимают голодание, а не постная пища. Проработка дурных черт характера, которые создали кармические наработки, их полное искоренение позволяет не зацепиться за дурное сознание человека к кармическому ответу. Из сознания убирается мишень, то дурное сознание, куда направляется ответный кармический удар. Раз нет мишени, то и попадать не в чего. А в качестве профилактики от греха и его последствий в виде негативной кармы, древние мудрецы советовали воздерживаться от негативных мыслей и дурных поступков. Они говорили так, храни очаг своих помыслов в чистоте, только так ты обретешь мир и счастье. Вообще феномен кармы говорит о мере духовного развития человека и об его ответственности перед самим собой и породившей его жизнью. С человека спрашивается, как и на что он использовал даваемую ему универсальную жизненную энергию, использовавших на благо себе и миру поощряют, а потративших на чувственное удовольствие и зло уничтожают. На эту тему имеется притча у Иисуса Христа. Когда хозяин отлучился на время и дал своим рабам денег, одному дал пять талантов, другому два, третьему один, каждому по его способностям. Тот, кто получил пять талантов, употребил их в дело и дополнительно приобрел еще пять. Точно так поступил и тот, которому дали два таланта, а получивший один талант просто его закопал. Через некоторое время возвращается хозяин и требует у них отчета. Первый принес ему дополнительно пять талантов, а второй два. Хозяин обрадовался и поблагодарил их за верность и трудолюбие. Третий же отдал ему то, что получил. При этом он сказал, что не стал рисковать и потому просто спрятал деньги, зарыв их в землю. Хозяин возбудился и обозвал третьего лукавым и ленивым рабом. Далее я цитирую по Библии. «Возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему тасса и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет, а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Петровича из сказанной цитаты заинтересовала фраза «Выбросьте во тьму внешнюю». «Как понимать негодного раба выбросьте во тьму внешнюю?» Спросил он. «Мы с тобой разбирали действия кармы на примере взаимоотношения клетки и организма». Ответил Николай Юрьевич. «Давай разберем и эту притчу». «Давайте», — согласился Петрович. «Господин — это организм, рабы — это его клетки. Внешняя тьма будет означать то, что находится за пределами организма. Выбросить негодного раба во тьму внешнему, где будет плач и скрежет зубов, означает выведение клетки из состава организма, что равносильно ее гибели отсюда. И плач и скрежет зубов». «Хорошо, Петрович, толкуешь. Теперь переходи на уровень отношений Бога и человека», — командовал Николай Юрьевич. «Я думаю так», — начал Петрович. «Господин — это Бог и созданные им сферы. Рабы — люди. Люди трудятся в сферах, созданных Богом. В зависимости от их трудолюбия, каждому дается по силам его. Таланты — универсальная жизненная энергия». В конце с каждого человека спросится, на какие дела он употребил данную ему Богом энергию. И если окажется, что она не была вложена в дело, то ее отдадут другим, более расторопным. Негодный раб, как отбракованный материал, будет выброшен вон, что означает его духовную смерть. «Отлично, Петрович, ты схватываешь информацию на лету», — похвалил его Николай Юрьевич. Петрович подумал и спросил, «А имеются ли какие-нибудь научные объяснения, доказательства феномена, кармы и греха?» «Передовые ученые умы до многого дошли и поняли, что изучают не пустой и мертвый космос, а живой организм, Вселенную», — ответил Николай Юрьевич. Виктор Федорович Савельев, основоположник теории волновой синергетики, сказал, что время и пространство неразрывны и представляют собой живой организм, звезды, галактики, космические тела, люди, животные растения, его органы, части клетки. Профессор Борис Устинович Родионов говорит, что большую часть космоса составляют миры, основанные не на электрическом, как наш, а на магнитном взаимодействии элементарных частиц. То, что электрические и магнитные процессы могут поменять друг друга, вытекает из уровня Фарадея. Еще 50 лет назад установлено, что магнитный поток, как и электрический, неоднороден. Он квантован, то есть состоит из минимальных единиц носителей северного и южного полюса. В этой роли выступают крошечные частицы кварки. По законам магнитного взаимодействия, кварки, у которых имеется север и юг, могут выстраиваться в сколь угодно длинные нити-бусы. Профессор Родионов называет такие нити потоков. Трехмерный мир, в котором мы живем, как бы встроен в гигантскую паутину мира, одновременно основанного на нитях потоков. Мы, жители планеты Земли, живем внутри исполинского космического существа. Вообще, благодаря магнитным полюсам нитям, может существовать принципиально другой, нежели доступный нашим органам чувств, вид живой материи. Возможно, из этих тканей создан дух человека. Живой организм построен из магнитной ткани, обладает поразительной стабильностью. Энергия связи атомов в магнитной ткани на 4-5 порядка выше, чем у нас, существ, состоящих из сферических атомов. Организмы из магнитной ткани могут существовать в недрах Солнца, в недрах Земли. Представляешь, Петрович, насколько дух человека совершенен, могуч, все проникающий и неуничтожим. Петрович вдруг вспомнилось, как Серафим Саровский показал себя купцу Мотовилову в духовном теле. Представьте себе, в середине Солнца, в самой блистательной яркости его полуденных лучей, лицо человека с вами разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся выражение глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечи. Но не только рук не видите, не видите ни самих себя, ни фигуры его, а только один цвет ослепительный, простирающийся далеко на несколько сажен кругом. Профессор Родионов высказал мнение, что Земля и все обитатели – часть всеобъемлющего космического существа, разумного магнитного облака, которое все контролирует. Анатолий Федорович Ахатрин разработал микролептонную теорию и говорит, что пустота вакуума на самом деле оказалась не пустой, а содержащей огромное количество утрамбованной энергии, информации. Она всякое негативное возмущение, вызванное мыслительным посылом человека, усиливает и возвращает к нему же – вот тебе и научное доказательство кармического ответа. Доктор технических наук Виктор Дмитриевич Плыкин открыл и зарегистрировал в ООН модель строения Вселенной как явление энергоинформационного. Он установил, что структура Вселенной состоит из ячеек, напоминает пчелиные соты, причем соты не однородны, а содержат ту или иную энергию. Всего этих энергий пять. Древние мудрецы называли их стихиями. Планета Земля проходит космическую ячейку в течение двух лет. Именно в связи с этим годы по восточному календарю бывают огненные, водяные, деревянные, металлические, воздушные. А астрологи оперируют знаками зодиака и стихиями, причем ячейки соты бывают большие. В них включены меньшие, а в этих меньших находятся еще более меньшие и так далее. Один из видов магии основан на том, что надо прочесть соответствующие заклинания и стихи так, когда она максимально выражена в течение года, месяца, дня, часа и минуты. От этих слов у Петровича что-то всколыхнуло из сознания и стало нехорошо. А Николай Юрьевич продолжит далее. Существуют огромнейшие ячейки соты, через которые движется солнечная система. Для земной жизни они составляют целую эпоху. Энергия, действующая в это время на Землю и ее обитатели, вызывает свои изменения в климате, генетике и образе мышления людей. Кстати, Земля вошла 12 августа 1999 года в новую эпоху. Эпоху водолея. Знаешь, чем характерна наступающая эпоха для жителей Земли? Нет, ответил Петрович. Раньше Земля находилась в энергетической ячейке, благоприятной для развития белковой жизни, то есть жизни в физическом теле. В эпоху водолея живые существа будут жить в энергетических телах. Скорее всего, это будет магнитная ткань, о которой я говорил ранее. В ближайшие 500-600 лет произойдет квантовый скачок, который вызовет трансмутацию тела. Жизни в форме белковой материи не будет. А куда же она денется? Спросил Петрович. На Венеру. Ведь она входит в ячейку, которая ранее занимала Земля. А что будет с теми людьми, что не успели трансмутировать? Кто не успеет, начнет все сначала на Венере. Это отбросит его примерно на 9 тысяч лет назад по эволюционной лесенке. Знаешь, сказал Плыкин, когда рассмотрел развитие сознания как энергоинформационного явления, спросил Николай Юрьевич Петрович, а нет, он воскликнул. Это же чистая физика. Человек очищается от низших вибраций, которые его привязывают к материальному миру. Замещает тяжелое негативное мышление более легким, позитивным. Очищает физическое тело от шлаков и, как воздушный шар, поднимается выше по энергетической шкале. Грешит, опускается ниже. С чем бы это можно было бы сравнить наглядно, спросил Петрович. Представ коллоидный раствор, сказал Николай Юрьевич. В нем каждая частичка занимает свое место, свой ярус цилиндрической емкости в зависимости от своей массы. Более тяжелые частички опускаются ниже легкие, поднимаются выше и останавливаются в точке равновесия, когда их вес уравновешивается действующими на нее выталкивающие силы воды. Это самый наглядный пример духовной эволюции в высшие сферы и выпадения в грубо материальный мир, тьму внешнюю, и выпадения в грубо материальный мир, тьму внешнюю. Вошла Татьяна с Михаилом. Время истекло, пора спать, сказала Татьяна. Как-нибудь еще поговорите. Петрович возвращался к себе домой с твердым намерением начать совершенно новую жизнь. Эта жизнь не так уж должна была внешне отличаться от той, которую он вел. Но что касается внутренней жизни, образа мышления, направленности мыслительного потока, внутренней оценки ситуации, надо было стать совершенно иным человеком. Был приятный осенний вечер. Уже давно стемнело. Небольшая влага оседала под действием вечерней прохлады. На столбе горела лампочка. Петрович много раз видел горящие фонари, но теперь взглянул на свет от лампочки повнимательно. Вокруг лампы фонарного столба четко виднелись сферы. Самая яркая была вокруг лампы. Следующая менее светлая, но зато и большая, располагалась за яркой. Далее была еще одна сфера, наполненная серым цветом. Она едва улавливалась и кончалась несвещенной границей. Даже свет от лампочки аналогичен устройству божественных сфер, подумал Петрович. Сама лампочка похожа на творческое начало. Самый яркий свет – божественная сфера. Следующий мир тварный. Но мы живем в следующем мире, в сером цвете. А далее тьма внешняя, как бы туда не улететь. Петрович внутренне почувствовал, что теперь его жизнь приобрела осмысленность каждого дня, часа, минуты, даже мгновение. Это по-особому радовало. Ему вспомнился сон, виденный на голоде, когда он встретился сам с собой. Двойник Петрович сказал ему, наконец-то мы вместе, теперь нам никто не страшен. Петрович понял, что произошло сознательное объединение его духовной и земной частей. Он стал единым, цельным существом. Теперь его жизнь будет совершенно иной, чем раньше. Все-таки голод сделал свое дело. Возможно, это самое главное – объединить духовную часть с физическим разумом и действовать совместно, подумалось ему.